Друзья, вы знаете, время от времени бывают такие ситуации, когда к тебе приходит новый неизвестный продукт, а чаще всего даже тестовые какие-то пробные версии, и ты не успеваешь понять, что это, и просто разбиваешь его, теряешь. Да как так-то, а? И вот как раз-таки с этой компанией все так и произошло. Поэтому сегодняшний обзор, он должен был выйти еще давно-давно-давно, а если быть точнее, то аж летом. Ну а так как продукт ко мне только что дошел, и сегодня на обзоре у нас компания Sense. Друзья, ну а пока у вас идут заставочки, я бегаю ставить угли, а вы что делаете? Пожалуйста, напиши об этом в комментарии, что ты делаешь под мои ролики, ешь, завтракаешь, ужинаешь, встаешь, просыпаешься, просто лежишь, смотришь, просто реально дико интересно. Итак, друзья, как я уже и сказал, что сегодня у нас компания Sense будет радовать нас своими продуктами. Друзья, ну и какая же все-таки была предыстория, да, за которую я говорил в начале? Если кто помнит, то летом я в сторис к себе в инстаграме выкидывал уже одну из их них чашек, которую мне прислали на обзор как тестовый образец. Я сейчас все объясню, как это все происходило и что за чашка была, потому что сейчас пришла мне точно такая же. Примерно вот так вот, ну та желтая была. Получаю я чашку, прокурили на ней мы буквально 3-4 раза и, короче, она у меня падает и разбивается просто в щи. А при чем тут Дрейк? А при чем тут Андрей? После ДТП на 220 собрать человека, вот то же самое. Нормально, говорю, все? С вот этой мыслью я прожил как минимум, да, 3 месяца, думая о том, что, блин, я не докурил, я не допробовал, хотелось бы все-таки добить ее и отснять обзор полноценный, чтобы понять действительно ли все так хорошо, как мне тогда показалось. В общем, буквально сразу же, когда я был на запале, да, такой подожженный весь и хотелось очень отснять и рассказать свои эмоции, не получилось получить. Не получилось, не фартануло. И на первую же мою просьбу сразу после случившегося прислать мне опять чашку, ребята мне, конечно же, отказали и сказали, что пока рассылок нету, может быть, чуть позже. Прошел определенный период времени, меня все-таки посещала эта мысль, что надо бы добить этот продукт, потому что работа была проведена не зря, мнение мое какое-то сложилось и хотелось с ним поделиться. И вот буквально в начале месяца я с ними списался и продукт ко мне все-таки пришел и пришел полным объемом, который у них есть. Друзья, ну я думаю, что на этом предисловие можно завершать и переходить к самому продукту. Друзья, ну а первое, с чего мы с вами начнем, это, конечно же, с того, что, как всегда, никакого буклета и никакой информации о компании нет. Все, что у меня есть, это мои руки, интернет и, наверное, страничка в инстаграме данных ребят. Все. Друзья, это, конечно же, значит, что информации у нас ноль и, соответственно, остается делать только свои какие-то выводы и начинать играть в кальянного Шерлока Холмса. Я Колумба! Допустим, я раскусил масонский заговор данной компании и узнал, откуда же все-таки чашки. Если мы возьмем коробку, в которой приходят к нам чашки, то мы увидим вот такой вот самолетик. И он проходит какой-то некий маршрут через всю коробку. И вот тут, друзья, если мы возьмем траекторию полета самолета и сравним его с трек-номером, присланным мне, и пробьем его, к примеру, на вот этом сайте, то, соответственно, мы поймем, что самолетик-то вылетел из Саратова. А? Оценил? Как тебе такое, Илон Маск? Офигенно! Или Илон Маск, который вдруг заговорил по-русски? Если вы просто перейдете в инсту, вот она инста, ребят, можете перейти посмотреть, то вы поймете, что ни хрена не понятно, куда продукт. И если даже больше просто полистав страницу данного продукта, не общавшись ни с кем, не писав никуда, ничего, просто вы зашли, смотрите на вот эту страничку, смотрите продукты, 99% людей подумают, что это какой-то англоязычный производитель или вообще далеко не с России чашечка. Именно поэтому, друзья, делаются обзоры, теперь ты знаешь, что это продукт наш и можешь, в принципе, зайти и посмотреть, что да как, может быть, что-нибудь приглянется. Итак, друзья, давайте закрепим, что мы все-таки раскусили масонский заговор и знаем, что производитель штампует чашечки где-то в Саратове. Зато, друзья, если полистать аккаунт ребят, то можно как минимум наткнуться на вот такое вот нежно-розово положительное, я не знаю, вот такое все миси-миси-пуси-пуси видео, в котором ребята ложат всякие вкусности в свои чашки. Блин, выглядит прикольно. Если ты все-таки зашел на страничку ребят, ты сидишь сейчас в Инстаграме и листаешь их посты, то ты, наверное, понимаешь, что самую большую зарплату в данной компании получает человек, который пишет им посты. Я думаю, что данного человека стоит назвать мотиватор, но вот ей-богу, все посты как мотивации. Я даже думаю, что примерно смогу воспроизвести одну из фраз, написанную там под какую-нибудь такую мотивационную музыку, что компания бренда прислана там чуть ли не с небес для того, чтобы подарить не только эстетическое удовольствие при курении, но и комфорт в работе с ним. Что-то такое. Друзья, ну я думаю, что на этом история вот этой вот коробочки и той самой чашки, которой уже давно нету, закончена и до свидания. Именно тебя, сидящего возле экрана, я попрошу взять листок и ручку, чтобы записать весь вот такой вот спектр продуктов, которые ты сможешь купить у данной компании. Сестра! Щипцы, модель чашечки Verge Form Factor Killer и модель чашечки Verge Form Factor Funnel. И это все. Я надеюсь, что ты все успел записать. Да, друзья, может быть для вас это и смешно, и я так юмористически это преподнес, но на самом деле вы все знаете, что не важен размер, а важно, как им пользуешься. Нет, нет, определенно нет. Сейчас все решится и на этом все какие-то контекстные предлоги о том, что говорит о себе компания, закончились. И также, друзья, небольшой паскриптум, что листая ленту данной компании, вы найдете вот эту вот чашку и вот такие вот щипцы. Вот этой вот чашечки нету в производстве, это согласно переписке с данной компанией, а щипцы мне, видимо, просто не прислали или до сих пор, может быть, тоже не производят. Так что, если что, ко мне никаких вопросов. Итак, друзья, я думаю, что стоит наш обзор начать с щипцов от компании Sense. Это вот такой вот кинжал из игрушки Принца Персии. Песок в кинжале поворачивает время вспять. Те, кто играли, напишите в комментариях. Да, я помню такой клинок времени. Да, друзья, конечно, технологии не доросли до того, чтобы они сами, там, не знаю, автоматически как-то начали разжигать угли. Да, такого пока нету. Но что мы можем сказать? Друзья, ну и первое название ихнее не бы. Друзья, сделаны данные щипцы из нержавейки толщиной полтора миллиметра. То есть плюс-минус упругенько. Также, если найти информацию, то здесь проведена ручная обработка грани, дабы вы получили, соответственно, какое-то такое наслаждение и тактильное удовольствие от их использования. И длина данных щипцов 21 сантиметр. Вес данных щипцов 66 грамм. Что в сравнении с щипцами Альфа Хука, которые чуть-чуть больше, весят почти 100 грамм 95 грамм. Вам нравится? Вы берете. Вам не нравится? Вы не берете. Это обычные среднеразмерные средневесовые щипцы. Есть у них один плюс. Вуаля! И так тоже работает. И теперь, наконец-таки, мы доходим до чашечек. Соответственно, чем быстрее я вам скажу, покажу их, тем быстрее я смогу покурить, наконец-таки. Итак, друзья, что мы по разнообразию моделей имеем? Это одна чашка Verge. Только она есть Funnel, а есть убивашка. Соответственно, друзья, вот такие они. Они одинаковым форм-фактором. Они выглядят одинаково, только здесь дырка посередине. А здесь, друзья, классическая, но немного по турку убивашка. Соответственно, тут не прям плоское дно, а такое немного полукруглое. По граммовочкам, друзья, сколько в них влезает, я думаю, тут идентично. И в одну чашечку мы взвесим, сколько в нее влазит. Если вы прям видите, они тонкостенные. Вот прям, ну, очень тоненькая. Соответственно, именно поэтому вот в такой же точно, друзья, я вам вот как раз говорил, что, скажу вам, какая была, она была точно такая же. Вот такой вот металлической расцветки чашка мне приходила тогда, которую я раздолбал. Вот она разлетелась на щи просто. Также, друзья, что мы видим на чашках, это, конечно же, брендинг. То есть, это вот такой вот значок из пятого элемента. Корбин, детка, в чем дело? Друзья, я, конечно, не могу за вас говорить, нравится вам такой форм-фактор или нет, но мне это дико заходит. Реально, это просто такая, знаете, грубая настоящая классика. Мы можем приступить к тому, чтобы взвесить, сколько в нее влазит продукта. Пустая, друзья. Вот он, наш продукт. И если вам видно, то сюда влазит ровно 15 грамм. Что, соответственно, обозначает, что данная чашка имеет полностью стандартную забивку. От 12 до 15 грамм считается стандартной забивкой. Итак, друзья, наша чашка уже забита, прогревается под колпаком. И если кто не понял, те, кто меня хорошо знают, поймут, о чем я. Что я курю на фанеле. Я фанела ненавижу, ну просто от слова никак. Ну то есть, вообще для меня фанел это не чашка. Как же произошло с фанелом данной компании? Да я тупо просто забил на ней, курю типа прикольно. Еще раз покурил, да вроде неплохо. Еще раз покурил, да пойдет. Да заткнись ты, сука, уже, пожалуйста, ты меня бесишь, падла. Когда я курил вот эту чашку, я получал просто офигенно тактильные удовольствия. Я на ней офигенно покурил, насколько я вот прямо сейчас хорошо помню. Это, наверное, от смокэнджела маракуйю. Блин, вот на этой чашке она курится просто космически. Я не знаю почему, но я пробовал на других убивашках бить. Вот именно на этой курице офигенски. Не знаю, друзья, у этой чашки мне и дико заходит рассветка. Я вам сейчас расскажу прикол. Вот просто те, кто недавно на меня подписан, на мой инстаграм. Когда эта чашка пришла, я просто еще подумал, думаю, блин, почему компания, которую я не знаю, мне присылает чашку и типа говорит, что это тестовый продукт и надо его попробовать. Звучит как металлическая. Я подумал, что это новый продукт, типа металлическая чашка. И я тогда, как сейчас помню, выложил в инстаграм пост, что типа, ребята, получил инновационно новую металлическую чашу и производитель пишет, ты что, конченый? Это обычная глиняная чашка. И я такой, блин, капец, как я лоханулся просто. Если держишь в руках и смотришь на нее, вот максимально правдоподобно металлически железно она выглядит. Вот просто реально ржавое железо. Тут даже есть где посмотреть, да, вот в этих стыках, то, соответственно, мы видим, как будто оголенный реально металл. Друзья, чтобы убрать вот этот извечный вопрос, а что курим или что забил? Курим стрит самурай, земляничное печенье. Что по стрит самураю, не буду говорить, скажу уже в обзоре. Используют сюда белую глину. Но это, друзья, понятно и по самой внутрянке, да, чашки. То есть тут реально белая глина, та же самая, которая, я так понимаю, используется в УПГшках. Помните вот эти белые, белые-белые УПГшки? Чашки проходят высокотемпературный обжиг. Друзья, и самое, что интересно, якобы ребята пишут, что вручную обрабатываются все грани. Дабы это выглядело максимально эстетично красиво. Я соглашусь. Типа вот докопаться не до чего. Но вот, ребята, действительно, со всей гордостью вам могу сказать, что компания Sense обработкой своих чаш может гордиться прямо на вау. Многих моих подписчиков всегда интересует. Вот этих вот химиков, ядерщиков, которые вот прям максимально до миллиметра вымеряют, как же сидит коллаут, то китайский коллаут, он прям не гуляет на чашке. И вот так сидит на грани. Вот тут, друзья, есть вопросы, вы сами видите, как он гуляет по чашке. Соответственно, явно чашка не делалась под него. Ну, то есть не бралась в учет. Да, тут тоже отверстия не перекрыты, но, блин, мне вот не нравится, как он сидит. И на этом все. Вот, реально, дикая черта на компании Sense. Будут новые продукты. Ребята, присылайте мне философия и сам продукт. Пускай он небольшой линейки. Но я еще раз, друзья, повторюсь, что не важно, какая большая линейка или нет. Но главное, пускай будет это одна чашка, но она мне будет дико охренеть, как нравится. И вот именно это тот самый момент. И теперь вы, конечно, все ждете, что делать, как всегда, бежать покупать или нет. По щипцам смотрите сами. По чашкам реально рекомендую. Мне зашло. Фаннел курица охрененная. Просто поверьте человеку, который не любит фаннелы, ну просто вообще никак. И я уже на нем кую неделю. Так он мне понравился, я вам его не отдам. То есть тут должен быть у вас такой в голове. Хороший фаннел, надо идти покупать. Друзья, ну и на этом все. Больше мне тут сказать нечего. Я надеюсь, что я хорошо, умно и грамотно раскрыл все ваши потребности от обзора, который вы мне пишете. Я всегда к вам прислушиваюсь. Поэтому, если я что-то где-то не сказал или забыл об этом сказать, обязательно напишите мне в личку, в инстаграме, не знаю, в комментариях на ютубе. Обязательно пишите. Я ко всему прислушиваюсь и действительно добавляю это в ролики. Друзья, ну и на этом все. С вами, как всегда, был ваш покорнейший слуга Алеша Может. Не забывайте писать свои топовые комментарии, оставлять лайки, подписываться на инстаграм, на ютуб. Обязательно подписывайтесь на ютуб. Прям очень нужно подписаться на ютуб. И хотелось бы сказать в итоге, наконец-таки, товарищи, возрадуйтесь, инстаграм разрешил встраивать ссылочки в сторисы. Поэтому именно на этот ролик ждите сторисы и прям по прямой ссылке переходите на этот ролик. И все, всем удачи, всем пока, дымных вкусных вечеров, пока. Субтитры сделал DimaTorzok